В этом году впервые места под велопрокат на острове Татушев предприниматели смогут получить только через аукционы, причем проходить они будут в интернете. По словам специалистов, это исключит возможность ценового сговора и позволит избежать споров. В этом году пунктов проката станет больше. Уж очень популярен велоспорт у красноярцев. И размещение этих точек уже не будет стихийным, как раньше. Для хранения инвентаря подготовлены вот такие типовые павильоны. А площадки будут выставляться мэрии на торги. Вот те письма, которые были в прошлом году, и велопрокатчики говорили, что равный доступ должен быть к велопрокатам, мы его обеспечиваем. Обеспечить как можно? Только в виде конкурса. Поэтому объявили конкурс и аукцион, на котором он будет электронный. Каждый начальная цена 7 тысяч этого аукциона зашли, проголосовали, выиграли, получите договор, начинайте работать. Предприниматель Дмитрий Юрьев – один из тех, кто претендует на право разместить здесь пункт велопроката. Он, конечно, слышал о конфликте между администрацией и бизнесменами, когда мэрия расторгла с ними договоры аренды. Тогда прокатчики обратились в антимонопольную службу и арбитражный суд. Больше таких споров не будет, считает предприниматель. Форма электронных торгов наиболее справедлива. Я считаю, что конкурс – это дает равные права всем участникам. То есть нет никаких преимуществ ни у кого. Я только за конкурс. Или за аукцион, или еще какие-то виды проводимых торгов. Сегодня же специалисты рассказали о планах благоустройства острова Татышев. Здесь появится бесплатный доступ в интернет и будут установлены камеры видеонаблюдения. К середине лета сделают велодорожку длиной в 700 метров для детей. Рядом построят современную игровую площадку. Есть идея проложить велодорожку от Вантового моста до Октябрьского. У нас велобеговая дорожка пойдет вдоль берега реки Ениси от Вантового моста и выйдет на эту аллею. Поэтому протяженность 3 километра. Кроме этой велобеговой дорожки еще будет просто беговая грунтовая дорожка сделана. Потому что не всем комфортно бегать по асфальту. Еще будет как раз сделана специальная дорожка для того, чтобы люди бегали. Предприниматели говорят, что в этом году прокат роликов и велосипедов, скорее всего, станет дороже. Многие прогнозируют, что в результате электронных торгов стоимость аренды павильонов вырастет в несколько раз. И бизнесмены захотят окупить большие вложения. Добавлю, аукционы по аренде мест под велопрокат на острове Татышев состоятся уже в начале следующей недели. Сразу же после этого предприниматели смогут уже приступить к работе и тем самым дать официальный старт сезону велопроката. Я же напоминаю вам, если у вас есть новости, звоните лично мне, мой номер с телефона 29 29 115. Комментарии к сюжетам оставляйте на нашем сайте afontovo.ru. Наталья Истомина, Олег Голубин, Афонтовы Новости.